МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошо посидели с твоими друзьями. Странно. Ты мне никогда не рассказывала о своей юношеской любви. Ну, просто потому что ничего такого не было. Да? А Марина мне поведала одну историю из прошлого о вас с Колей. Ты что, меня обманываешь? Нет, просто это было 10 лет назад и сейчас не имеет никакого значения. То есть теперь ты к нему ничего не испытываешь? Мой муж, ты. Спасибо, что помнишь. И поэтому, Коле, ты помогать не будешь. Точка. Нет, запятая. Я сделаю работу в Доме культуры, как и обещала. Пожалуйста, не надо к этому примешивать то, что когда-то было между мной и Колей. Но это все в прошлом. Я тебя не узнаю в последнее время. А тебе всего хватает? Вроде всего, обеспечиваю. Послушайте, ты же знаешь, как я люблю рисовать? Знаешь. И потом я хочу просто помочь своему родному городу. Как и обещала. Но что в этом криминальное? Ну, ну ладно. Я, конечно, уважаю твое желание сдержать слово, но... Ну, это в последний раз. Ну, и о чем ты хотела поговорить? Зачем ты рассказала Савелию о нас с Колей? А зачем ты так себя вела на ужине с Колей? Знаешь, не надо строить из себя подругу. Ты ей перестала быть десять лет назад. Когда увела у меня Колю. Я увела у тебя Колю? А мне надо делать вид, что ты не знаешь, как он мне нравился. Ну, как я могла с тобой соперничать? Ты же отличница, красавица. Богатые родители, дорогие шмотки. Естественно, что тогда он выбрал тебя. Что за глупости? Мы любили друг друга. Любили? А теперь он мой муж. Понимаешь? Мой. Мне нравится тон работы, которую вы задали. В нашей больнице давно не хватало такого руководителя. Это заметно. Из-за строительства центра на меня свалилось то, в чем я ничего не смыслю. Все эти тендеры по закупке медоборудования. Я, кстати, занималась медоборудованием. Не могу вам помочь. Если вы хотите. Платежи за материалы по дому культуры нужно оплатить. Подождите. Нам нужно кое-что обсудить по поводу этих денег. Привет. Привет. Ты прости, что с Маринкой так на ужин не вышла. Да перестаньте, я в порядке. Вот список материалов, которые мне нужны. Уже не терпится к работе приступить. Завод не выделил деньги. Пойду выясню, что я им там в голову стрельнул. Как так? Ты прости, что втянул тебя в это. Так что вы с сюда женой перебрались? Она тоже врач? Домохозяйка. А дети? У нас нет детей. И Светлана, я не очень люблю обсуждать личную жизнь на работе. Простите, я так для поддержания разговариваю. Что такое? Много туда вернула. Вы не посмотрите? Возможно, растяжение. Давайте я вам помогу. Спасибо. Уже легче. Идите вы к черту со своим заводом! Куренька, ты что? Ты что творишь? Успокойся. Они мне обещали. И кинулись деньгами! На оформление. Ну, слушай, сейчас очень сложно с финансами. Эти стены твои их в последнюю очередь интересуют. Пойдем, я тебе чай напою. Алло. Мне надо бежать. Ты куда? В ДК. Привет. Что это такое? Ну, вот решила купить себя сама. Не зря же копилась в своих подработок. Вот пригодились. Зачем ты это сделал? Это же огромные деньги. Ну, это же важно. Для города, для тебя, для меня. И когда я хочу работать, меня вообще ничто не остановит. Понял? Ты особенно красива, когда рисуешь. Да, когда я рисую, у меня прям крылья вырастают. И носят меня далеко-далеко от всех забот. Ты, конечно, извини, но откуда у тебя могут быть заботы? Муж уважаемый врач при деньгах. Да, наверное, так оно и выглядит со стороны. Но на самом деле мы очень разные. У меня с Мариной то же самое. Иногда кажется, что она вообще меня не понимает. Слушай, пойдем свежим воздухом подышим. А то от краски уже голова болит. А пойдем? Я же говорила. Эй, ты куда? Ну что, пришла пора закрасить эти колонны? Ты знаешь, десять лет назад я сам нарисовал это сердце. Краска. Что? Я выдумал ту историю про влюблённых, чтобы произвести на тебя впечатление. Ах ты! Романтик. Хотя, если бы не это сердце, мы бы, наверное, с тобой тогда не поцеловались. Подожди, подожди, подожди. Как нельзя. У тебя жена, у меня муж. Я не могу так с ним поступить. Я ему слишком обязана. Обязана? Ты знаешь, нам действительно лучше меньше общаться. Я не могу так с ним. Городская больница. Алло, здравствуйте. А Никифоров Севелий Викторович еще на работе? Его уже нет. Это его жена. Я не могу ему дозвониться. Вы знаете, он ушел еще в семь вечера. Спасибо. Да не за что. Всего доброго. Савва, что с тобой? Ты же не пьешь. Я не пью. А ты говоришь правду и только правду. Да? Не понимаю. Я видел вас сегодня вместе. Мы просто разговаривали. Врем! Прости. Ты так смотрела на него? Я хотел, чтобы ты смотрела так на меня. Я все для этого делал. Все! Ты должен любить только меня. Ты, Мурина! Так и знала, что ты здесь. Я тебе сто раз звонила. Телефон сел. Ну, и откуда он? Купил. Ты же знаешь, это моя мечта. Так ты решил мне характер показать? Показать, какой ты у нас независимый? Ну, не понимаю тебя. Тогда скажи, почему именно сейчас? В смысле? Сейчас зима, цены ниже. Ты прекрасно понимаешь, что я не об этом спросила. Коля, почему сейчас? Что происходит? Я десять лет делал только то, что ты хочешь. И знаешь, что в моей жизни поменялось? Ничего. Я даже не помню, сколько лет мы с тобой женаты. Потому что каждый год похож на предыдущий, как под копирку. Так это я виновата? Я этого не говорил. Я просто хочу хоть что-нибудь изменить. Понимаешь? Понимаю. Только ты смотри, не доизменяйся. Ну, прости. Я не знаю, как это вышло. Зато я знаю. И не забуду. Был пьян. Сошел с ума от ревности. Потому что ты самая дорогая, что у меня есть. Готов загладить свою вину. Проси, что хочешь. Убери от меня руки. Еще раз меня ударишь? Я подам на развод. Привет. Привет. Что случилось? Я не хочу об этом говорить. Рассказывай. Он меня ударил. Он сейчас дома или на работе? Не надо. Это недоразумение. Такого никогда не было, и больше не повторится. Пообещай, что не пойдешь к нему. Если пойдешь, на это моя помощь будет окончена. Так, я подготовила все документы по закупке медоборудования. Нужно всего лишь поставить ваши подписи. Здесь, пожалуйста. Угу. Этот тендер – моя головная боль. Как я вас понимаю? И здесь, пожалуйста. Павел Игнатьевич будет рассматривать все финансовые операции под микроскопом. Ну, все? Так. Да. Потому что вы слишком много работаете. Ну, нужно же иногда расслабляться. Ну, как спина напряжена. А что вы себе позволяете? Простите, дура, больше не повторится. Что тебе нужно? Привет. Привет. Я предложил нашему другу составить мне компанию. Охота – прекрасное место, чтобы познакомиться друг с другом. Совсем свежие следы. На кого мы охотимся? Да есть здесь один кабан. Пытаюсь выследить его уже не первый день. Но он хитрый и наглый. Ну, я хитрый и сильнее. А не слишком ли ты самоуверенный? Посмотрим. Поехали. 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 Обычно зайцы слишком трусливы, так близко приближаться к охотникам. Но этот решил, что он самый смелый. Вот результат. А ты крутой, и зайца можешь подстрелить, и девушку ударить. Не отсыпешься от Алены, узнаешь, на что еще ее способен. Алена взрослая девочка, сама решит, что ей нужно в этой жизни. А где Коля? Я его подстрелил. И думаю, из него получится обмен на рагу. Акулия подвез домой. Мы с ним поговорили по душам. Ты знаешь, вполне нормальный парень. Думаю, мы даже подружились. Зря я тебя к нему ревновал. Я рада, что ты это осознал. Ну ты пойми, дело ведь не в Коле. Дело ведь во мне. В том, что я люблю тебя. Я это понимаю, но иногда это переходят всякие границы. Знаю. Просто я помню, каждый твой день проведен в больнице. Но ты не можешь огородить меня от всего мира. У меня должна быть своя жизнь, друзья, увлечение. Я хочу научиться это понимать. Ради тебя у меня получится. Только дай мне шанс. Помоги мне, любимая. Хорошо. Ты мы попробуем. Дорогие гости и друзья! Давайте ознаменуем это торжественное событие бурными аплодисментами! Спасибо. Дорогие друзья! Давайте поприветствуем наших героев! Ведь именно они подарили Дому культуры вторую жизнь! Дорогие друзья! Я как мэр горжусь, что в нашем городе есть такая замечательная семья, в которой небезразличная судьба нашего города Извините, мы не семья, мы просто друзья! Итак. Пойдем отсюда, я тебя внизу подожду. И, пожалуйста, вам заслуженная награда. Ваши аплодисменты! Аплодируем! Марин. Ты думаешь, мне приятно на вас смотреть? И не надо говорить, что между вами ничего нет. Это неважно, я хочу поговорить о нас. Я больше не могу так, я не люблю тебя. Я подаю на развод и ухожу. Что? Ты не можешь уйти? Я не только могу, я сделаю это. Коль, Коль, не будь дураком. Я, я же была с тобой все эти десять лет, а она кто? Она же просто игрушка, которой ты когда-то не наигрался. Марин, ты делаешь только хуже. А я этого не допущу. Я не дам тебе развод, слышишь? Я все равно уйду от тебя. Ни ты, ни я не счастливы в этом браке. Пора поставить точку. Я был очень горд за тебя. Там, на открытии. Маму, я потом перезвоню. Знаешь, я тут подумал и понял, чего нам не хватает. Ребенка. Ребенка? Рада. Ты же запрещал мне даже думать об этом. Я все эти годы так хотела, так мечтала о ребенке, но ты говорила, что мой позвоночник не выдержит. Медицина не стоит на месте. Я еще раз посмотрел твои снимки, анализы, проконсультировался со специалистами. Вполне реально. Ты что, не рада? Это же будет так здорово. Мы же хотим этого, правда? Этот опрос надо еще очень серьезно обсудить. Я за вином. Отметим наше решение. Я тебе звоню весь вечер. Ты чего трубку не берешь? Нам нужно поговорить. Хорошо. Только сначала я хочу тебе кое-что показать. Это все-таки сделают. Ты не представляешь, насколько он классный. Давай прокатимся. Я не думаю, что... Да я знаю погода. Мы недалеко у гаражей. Дело не в этом. Нам не стоит больше видеться. Вообще. Я не понимаю тебя. Послушай, у тебя есть жена, у меня муж. И то, что мы делаем, это неправильно. Так нельзя. Неправильно это жить этими обязательствами, обманывая себя. По-другому я не могу. А я смог. Я сказал Марине, что не люблю ее. Я ухожу от нее. Что? Потому что я люблю тебя. Потому что я хочу быть с тобой. Я знаю, что ты чувствуешь то же самое. Скажи мне это. Я не знаю. Ты знаешь. Мы оба знаем. Я понимаю, я не давлю. Ты подумай о том, чего ты хочешь на самом деле. Ну, я ждал тебя десять лет. Подожду еще. Ну, а папа, вы как? О, Ален, привет. Мы заждались тебя. Давай к нам быстрее. Сюрприз. Да. А вы к нам надолго? Нет, ты не волнуйся. Не успеем над ней. Завтра уедем. Да я не к тому. Вы почему не предупредили? Ну, Савелий предложил нам сделать для тебя сюрприз. Да, и он пригласил нас посмотреть, как вы устроились. Ну, и потом мы так давно не собирались. Вместе, всей семьей. Такое уютное гнездышко с Вилли. Правда, кое-чего не хватает. Но мы над этим работаем. А вы что, ремонт затеяли? Да нет, кое-что поважнее. Вы что, серьезно? О чем это вы говорите, а? Мы решили подумать о пополнении семьи. Ну, мы пока это обсуждаем. Она еще волнуется. Постой, ты ведь раньше говорил, что нельзя. Все медицинские тонкости я беру на себя. Уверен, у нас получится. Предлагаю же это выпить. Девчонки. Я, это, извиниться, пришла за то, что так вела себя в прошлый раз. Ну, у нас много работы. Давай, идти быстрее. Хорошо, я понял. Ну, это не раньше, чем через два часа я буду. Все, давай. С работы? Да, бестолковые, ничего без меня не могут. Ну что, пойдем, найдем твоего кабанчика. Сан, а у вас с Аленой все хорошо? Вот не очень. Надо бы поговорить о вашей дочери. И об одном недоразумении, которое с ней приключилось. И что за недоразумение? По имени Николай. Имя ни о чем не говорит вам. Вот оно как. Я уж думал о нем. И не услышу никогда. Ой, а помнишь, помнишь, когда ты с Федькой шла на первое свидание? Ай, мы ж тогда тебя в синий общагой не пали. А туфли я у тебя не плачала. На два размера больше. Ну ладно, всю жизнь помнить буду. Ой, девчонки, я же тогда вообще все, что в общаге насобирала, все на себя надела. Ёлка ей новогодний пришла к Феде, а он мне говорит, голчонок, ты у меня такая стильная. Да. Девчонки, подождите, звонят. Алло. А мы здесь в кафе. Любка. Недалеко от парка. Да. Да. Муж что ли контролирует? Да нет, дочка. Гуляют здесь недалеко. Это с чего, Лизка? Она уже, наверное, взрослая совсем, да? Ой, замуж вышла, да? Ну, вы родила уже. Сейчас увидишь. А вон, а не идите сюда. Ой, боже, ой, боже, ой, боже. Боже мой, боже мой, какая красота. Привет, Лизонька. Лизонька, боже мой, какая ты взрослая. Я же тебя совсем малышечкой помню. Ты уже вон какая, детки свои. Девчонки. Как же время бежит. Да. До свидания. Что вам нужно? Послушай, оставь Велену в покое. У неё хороший муж, обеспеченная жизнь, а что ей сможешь дать ты, простой токарь с завода? Вот здесь ты столько за много лет не заработаешь. Возьми и оставь мою дочь в покое. Я люблю Алену с девятнадцати лет. И вы больше не сможете нас разлучить. Если она захочет, мы будем вместе. И никто с этим ничего не сможет сделать. Нам больше не о чем говорить. Как погуляли с подругами? Ой, потрясающе погуляли. Ой, Боже мой. Ой. У Юльки уже двое внуков. Представляешь? Да сбухи у меня тоже скоро будут. Да? Угу. Ну, что ты молчишь? А что там у вас с Савелином происходит? Мне кажется, как ты странно себя ведёшь рядом с ним. Да всё как обычно. Ну, мне-то ты можешь сказать, я всё-таки твоя мама, и я тебя люблю. А помнишь, много лет назад вы с папой сказали мне, что Сава хороший человек, что стерпится, слюбится? А у меня не получилось, мам. А я правда пыталась. Послушай, я ничего не понимаю. Ты ни в чём не нуждаешься. Потом по Саве вообще не скажи, что у нас какие-то проблемы. А он не видит ничего. Он живёт в своём собственном мире, по своим правилам. А я так не могу, мам. Я не люблю его. Я не любила никогда. Просто боялась себе в этом признаться. Господи, ну почему? Почему ты никогда мне об этом не говорила? Ты готова была это услышать без своих нравоучений, советов? Все эти годы я жила с ним из благодарности и уважения. Я строила иллюзии год за годом. А теперь они просто посыпались, как карточный домик. Ты только не нервничай. Нам нужно серьёзно поговорить. Мне Алёна рассказала... Галь, я в курсе. Мне Савелий сказал на охоте. Я, конечно же, хотел тебе сразу позвонить, но потом подумал, что нужно съездить к Коле. Ты говорил с Колей? Ну, он такой же упрямый осёл, как и десять лет назад. Да? Может, это мы с тобой ослы? Да, упрямые ослы. Потому что это мы с тобой настояли, чтобы она вышла замуж за Савелия. Только счастье ей это не принесло. Ну, она стала женой обеспеченного и уважаемого человека. И? Ну, что ей? Она ни в чём не нуждается. Да. Кроме счастья. Потому что счастье ей Савелий не принёс. Хорошо. И что ты предлагаешь нам делать? Чемоданы паковать. Мы домой едем. А? Родной мой, послушай меня. Я всегда делаю только так, как ты скажешь. Ну, конечно. Сейчас послушай, пожалуйста, меня. Наша с тобой дочь очень взрослый человек. Она должна принимать решение сама. Потому что это её жизнь. Иначе мы с тобой её просто потеряем. Ну, хорошо. Будем паковать вещи. Хорошо. У вас всё хорошо, что случилось? Всё хорошо? Значит так, доченька. Что бы ты ни решила, мы тебя во всём поддержим. Ну, честно, мне это всё не очень нравится, но мать права, это твоя жизнь. Ты наша дочь и для нас самое главное, чтобы ты была счастлива. Вы не представляете, как много для меня это значит. А знаешь, Коля тебя любит. Да. Давай, давай. Оставьте меня. Мне нужно работать. Савелий, в смысле? Я сказал, мне нужно работать. Я сказал, мне нужно работать. Коль. Ну, прекращай ты эти глупости, а. Переночевал ночь в гараже и хватит. Марин, я не шутил. Завтра я приеду и соберу свои вещи. Перестань, мы с тобой мало ругались, что ли. Да в том-то и дело, Марин, что много. Так будет лучше для нас двоих. Двоих? А ты никого не забыла? Коль, да она же не любит тебя, она просто играет твоими воспоминаниями. Марин, пожалуйста, уходи. Как же я её ненавижу. И тебя тоже ненавижу. Не потому что ты уходишь, потому что ты уходишь к ней. Ну скажи мне, они права разве? Алло. 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 Нам нужно поговорить, это очень важно. Хорошо, Алёна. Сейчас еду. Хорошо. Колин. Привет. Не самый лучший транспорт в такую погоду. Зато самый быстрый способ доехать к тебе. Ты просил меня подумать о том, чего я хочу? Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Прости, что не сказала раньше. И ещё я… Я решила уйти от Саэля. Я хочу быть с тобой. Ты ему уже сказала? Как раз собиралась. Поехали. Поехали. Села? Я буду аккуратно вести. Тормози! Тормоза не работают. Коля! Тормоза! Держись! Да, Павел Игнатьевич, тендер почти завершён уже. Да. Ну, остались там мои юридические нюансы. Спасибо большое. И вам хорошего дня. Можно? Светлана Александровна, хорошо, что вы зашли. Руководство ждёт отчёта по тендеру. Поставщик уже выбран. Осталось угладить формальности. Вы хорошо справились? Благодарю. Я знаю, что в новом центре нейрохирургии будет обширный штат сотрудников. И ими кто-то должен управлять. А в одиночку очень сложно справиться с таким количеством людей, и поэтому… Поэтому что? Поэтому я рассчитываю вам помогать. Да, интересно. Чем это вы можете мне помочь? Каждое медицинское учреждение имеет заведующего. Я идеальный кандидат на эту должность. Да? Что вы говорите? Я уверена, что вместе мы прекрасно справимся с руководящей должностью в новом центре. Угу. Ну да, да. В моём центре нейрохирургии будут работать доктора из больших городов. У всех будет высшая категория. И многолетний опыт в этой сфере. Угу. А вы кто? А, деревенский врач. Вы вообще в нейрохирургии что-нибудь понимаете? Простите. Я думала, что мы достигли с вами какого-то… …понимания. Особенно после того, что между нами было. А ничего не было. Между нами может быть только… …деловое общение. Вам это понятно? Светлана Александровна. Светлана Александровна, срочно в операционную. Понятно. Всего доброго. Угу. Что случилось? Авария. Докатались. Алена? Как прошла операция? С чего такой интерес? Вы что, знакомы с пострадавшим? Девушка – моя жена. Ага, ты на что. То есть, ходить налево – это у вас семейное. Давай без выводов. Что с Аленой? Ей повезло. Все нормально. А мужчина? Он умер? Има нить человеческая. Продолжение следует... Ура. 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 И. Люба. Субтитры создавал DimaTorzok